В данном здании у меня находится моя комната. Здесь улица Октябрьская, 19. Прошу предоставить вам, как мы проживаем. Хотел показать вам. Хотелось бы сказать, что здесь ничего, даже ни веника, ничего не было, наверное, за эти три года. Этот подъезд не знал ни веника, ни совка, ничего прочего. Пожалуйста, посмотрите стены. Эти стены, думаете, что сегодня ночью кто-то разрисовал? Нет, эта стена нарисована уже лет 5-6 назад, вероятно. Потому что три года назад здесь они были в таком же старом виде нарисованы все. Никто здесь никакого порядка, ничего не наводил. Вот это туалет. Нет, туалет вот, омывальник вот здесь. Как они изначально не работали, были, один раз затопили на первом этаже магазин. И их нашли лучший способ отрезать трубы и закрыть. Вот. И вы, если что, захотели очень туалет или омывальник, спускаетесь вниз, на улицу выходите, обходите с той стороны. Или, в крайнем случае, в соседний дом можете пройти. Вот это все наши условия. Жить в таких условиях невозможно. Некоторые жильцы, уставшие от грязи и износа, просто оставили свои комнаты. И пустые помещения быстро заполнились бомжами. Внешний вид коридоров испугает даже самых прожженных любителей фильмов ужасов. Освещения нет, стены полуразрушены, все вокруг завалено мусором. А единственный общий санузел на этаже намертво заколочен. Потому что невозможно договориться. Они обращались уже давно, уже сколько. Мы железные двери устанавливали, все прочее, все хорошо сделали. Но все, видите, как разрушается, все ломается. Потому что, мы же сами видели, прихожие вот это, по лестничному, по лестничному, ну, это, так же видели, все исписано, все разрешено. Никогда не было никакого ремонта, ничего. Даже желание убрать-то некому. Вот этих бомжей, вот поймаешь, если кого-нибудь, заставаешь их убрать. А и так нет, так бесполезно. Борис Ившеев считает, что жильцов просто-напросто выживают из здания. За ответами мы обратились в управляющую компанию «Эталон-С». В настоящий момент перекрытие в местах общего пользования между вторым и третьим этажом находится в недовлетворительном состоянии. Создается угроза для жизни и безопасности населения, которое в том числе проживает в этом доме. Поэтому управляющей компанией был ограничен доступ. Также для того, чтобы предотвратить все возможные затопы, которые там появлялись регулярно. Сейчас по ремонту перекрытия этого дома проводятся торги. И, как нас уверила управляющая компания, после определения подрядчика нарушения будут устранены. И люди вновь смогут наслаждаться всеми благами цивилизации. Однако, когда начнутся работы, неизвестно до сих пор.